Стальные монстры Нема застыли в окрестностях Минской арены. Концентрация инноваций запредельная. 10 квадратных километров передовых вооружений. И большинство из них белорусские. Средства огневого поражения, радиоэлектронной борьбы, беспилотники, боевые роботы, броневики. Даже с заглушенными моторами боевые экспонаты выглядят внушительно и грозно. Жаль, в городе нельзя стрелять, вздыхают оружейники. Впрочем, за городом с этим сегодня полный порядок. На линии Сталина по мундирам военных гостей можно изучать мировую географию. А по образцам вооружений белорусскую историю. От полоцких воинов и крылатых гусар ВКЛ до нынешних сил спецопераций. Не пролистали страницы Великой Отечественной 74-го бедовщину победы, в которой мы отмечали совсем недавно. Эпизоды той войны оживали на глазах впечатленных зрителей. И тем очевиднее контраст достижений современного военпрома. Масштабные бандформирования вторглись на территорию Беларуси и пытаются прорваться вглубь страны. Но здесь важен не столько сценарий, а то, с каким оружием и техникой встречает белорусская армия непрошенных гостей. Фактически все сделано или модернизировано в Беларуси. Наглядный пример для покупателей. Мы сами испытываем свое оружие перед тем, как отправить на экспорт. Здесь сапожник с сапогами и не только. И хотя дальность полета ракет «Полонеза» до 300 километров, об этом знают даже на других континентах. У Беларуси и Китая давнее продуктивное сотрудничество. Мы вместе работали в области ракетной техники. У белорусской науки и промышленности очень высокий потенциал. И с этой выставкой мы связываем новые масштабные проекты. Я восхищен военной индустрией Беларуси. Мы рассчитываем на активное сотрудничество с вашей страной. В первую очередь нас интересует модернизация военной техники на белорусских заводах. 558-й авиаремонтный завод, пожалуй, образцовый пример, как в старую технику не просто вдохнуть новую жизнь, а буквально сделать вооружение совсем другого уровня. Если посмотреть в кабину, видно, что информационно-управляющее поле кабины приобрело абсолютно новый вид. Он уже сравним с самолетами, можно даже сказать, пятого поколения, потому что полностью все аналоговые приборы заменены на цифровые. Для того, чтобы модернизированный самолет мог внести высокоточное оружие, это работа на систему управления оружием. Завод уже делает комплектующие для новых самолетов, например, амфибий. Но куда более уникальная разработка сэтэлит. Безупречная защита самолетов от высокоточного оружия. Краткая история. Раньше эту нишу занимали западноевропейские производители. Их техника ловила сигнал радара и переводила в цифру. Но после того, как радары шагнули вперед и стали менять параметры каждого импульса, такая технология оказалась непригодной. И тут на рынок вышли белорусы. Весь принцип работы тайна. Но оборудование легко обманывает противовоздушные силы противника, автоматически не отвлекая летчика от основной задачи. Сможет ли он обмануть зенитно-ракетные комплексы другого белорусского завода по ремонту радиоэлектронного вооружения? Вопрос немного провокационный. Но он показывает, насколько масштабны разработки белорусского военпрома. Сложнее сказать, что у нас сегодня не делают. В Арабских Эмиратах считают сотрудничество с Белоруссией в военной сфере стратегическим. Мы гордимся тем, что белорусские образцы военной техники стоят на вооружении нашей армии. Я думаю, такой небывалый по масштабу визит наших военных в Минск приведет к еще более значимым договорам. Кстати, сугубо военным экспортом у нас изначально занималось предприятие «Белспецвнештехника». Теперь и сфера интересов, инвестиций в науку, и производство, и сам павильон на Миликсе стали куда масштабнее. Здесь и собственное стрелковое оружие впервые за суверенную историю Беларуси. И комплекс «Трио», который уже называют москитной сеткой от любых беспилотников. Будь их размер с футбольный мяч или крупных боевых дронов, «Трио» во всей красе представлено на площадке возле Минской арены. Но все же показать принцип работы проще в меньшем масштабе. Объясняем, как говорится, на пальцах. Это радиолокационная станция. Это машина, пункт управления. На ней оптический радар и станция акустической разведки. Их невозможно засечь ни одним существующим прибором в мире. Так вот, полученные данные о цели отсюда передаются боевым машинам. Их четыре на каждый пункт управления. Стреляют ракетами, кстати, тоже белорусскими. Вот так это грозное оружие класса «Земля-воздух» выглядит в натуральную величину. А еще боевое «Трио» легко превращается в квартет. Когда свою весомую партию играет зенитная самоходная установка. Или даже квинтет, когда добавляются роботы «Богомол» и «Берсерк». Они отрабатывают как по воздушным, так и по наземным целям. Борьба с боевыми беспилотниками, которые в Беларусь, кстати, тоже производят, сейчас мировой тренд. Именно на эту сферу наш президент нацелил отечественный ВПК прошлой осенью, оценивая на полигоне новинки вооружений. Тогда же определились, что будущее с зароботизированной техникой. А когда все это работает в комплексе, эффект куда мощнее. Помните фантастическую систему «Скайнет» из фильма «Терминатор»? Белорусы уже ее сделали. Проект, который называется «Альянс», проект, который называется «Легион». Автоматизированные системы управления войсками, артиллерией, сухопутными войсками, силами специальных операций. И система предлагает командиру решение. То есть какими силами и средствами наиболее эффективно поразить ту или иную цель. То есть как у «Терминатора», да? Варианты, варианты. Совершенно верно, да. В прицеле белорусских оружейников, уверяют разработчики, даже то оружие, о котором еще не писали фантасты. Кстати, сам прицел тоже наш. За два года с прошлого «Миликса» компания «Белому» сделала три огромных шага. Мы создали новое поколение прицелов с переменным увеличением, которые практически не уступают западными. Мы начали поставки даже в страны над этих прицелом. Второе. В развитии лазерных систем управления огнем мы здесь демонстрируем абсолютно новые изделия. И третье. Здесь появились абсолютно новые новинки, типа вот изделия «Зорки» для обнаружения беспилотника с уникальными характеристиками. С планами ВПК, как нельзя кстати, совпал и курс на IT-страну. Во многих разработках уже используются нейронные сети. Все же говорят, вот технологии блокчейн, искусственный интеллект, мы тоже их внедряем. Системы, например, искусственного интеллекта и машинного обучения, элементы нейросетей, мы используем очень активно сейчас для распознавания целей, оптических образов. Когда фактически наблюдаемый объект в автоматическом режиме классифицируется, что это такое. Бронемашина, человек, птица, значит, неподвижный объект. И, соответственно, выдается уже целеуказание. Мы идем к тому, чтобы выдавать целеуказание в автоматическом режиме. Рады то, что решается такая серьезная задача, которая была достаточно давно поставлена главой государства. Выгод на производство конечных образов вооружения. И мы это в выставке видим, эти конечные образы вооружения. О конкретных контрактах и заказах говорить пока рано. Переговоры в разгаре. Выставка только началась и будет работать до 18 мая. Но по опыту прошлого Миликса можно предположить, что новые контракты будут измеряться в сотнях миллионов долларов. Весомая прибавка, чтобы побить прошлогодний рекорд, превысивший миллиард. Дмитрий Семченко, Алена Братенкова, Юрий Лбовников, ОНТ.